МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня, как обычно, мы расскажем вам о ярких событиях, любопытных фактах и интересных людях нашего города. Лето – пора отпусков. Кто-то планирует провести отдых за границей, кто-то отправляется на наш, русский юг. Но есть категория туристов, которым интересен туризм внутренний. И они с удовольствием путешествуют по родному краю и соседним областям. В связи с этим хотелось бы поговорить о том, насколько Рязань и Рязанская область интересны местным жителям и гостям из других городов, а может быть, даже из стран. Чем наш город, да и любой другой, может быть интересен туристам? Ну, во-первых, достопримечательностями, которых в Рязани и области немало. Конечно, самый известный – Кремль и родина Сергея Есенина Константинова. Однако, как нам рассказали в Туристском информационном центре, при составлении туристических маршрутов упор стараются делать и на другие достопримечательности города и области. Мы просто только сегодня говорили о том, что мы делаем акцент и на посещение старой Рязани, и на посещение наших музеев, музей Павлова, художественный музей, и на посещение наших усадеб, и храмов, и монастырей. И совсем не обязательно туристам предлагать большое количество впечатлений, и предлагать им жить у нас неделями. Достаточно, если они к нам приедут и проведут у нас пару дней, посмотрят совсем, пусть немного, но уедут отсюда с положительными эмоциями, отдохнувшими. Это важно. На сегодняшний день существует семь утвержденных туристических маршрутов, которые предлагают познакомиться не только с достопримечательностями города, но и области. Касимов, Шацк, Скопин, Есенинские места. Кроме того, у нас существует множество интереснейших с исторической точки зрения мест, которые пока в эти маршруты не включены. Однако сегодняшний турист не так уж и часто следует разработанным маршрутам. Турист стал сам по себе, турист стал более самостоятельным. И отследить маршрут туриста сейчас довольно сложно, потому что он сам составляет свой маршрут, он сам выбирает для себя, где ему остановиться, что ему посмотреть, у кого спросить, где переночевать, и вплоть до того, что есть потребность пообщаться с местными жителями, сходить с ними где-то поужинать и узнать именно от местных жителей весь этот колорит местный. Именно в связи с этим довольно сложно отследить, насколько вырос туристический поток за последние годы. Однако в Туристском информационном центре утверждают, что судя по числу подписчиков их социальных групп и количеству поступающих запросов, спрос на Рязанскую область растет. Способствует этому не только наличие достопримечательностей, но и ежегодные фестивали, праздники, а также талантливые люди, уроженцы Рязанской земли, прошлого и настоящего. Итак, мы определили, что туристический потенциал складывается из достопримечательностей, интересных людей и событий. Вот как раз совсем недавно на территории нашей области прошел традиционный гастрономический фестиваль малины, на котором, кстати, побывал даже гость из Австралии. Как он проходил в этом году и чем он интересен туристам и местным жителям, расскажем в следующем сюжете. Малина живая и в виде варенья, малина из бисера и стекла, малиновые закаты и малиновое настроение. Традиционно один день в году эта сладкая ягода, поспевающая в июле, властвует над чувствами и вкусами гостей традиционного гастрономического фестиваля. В этом году вот уже в десятый раз он прошел в селе Новоселки Рыбновского района, которая по праву считается малиновой столицей Рязанской области. Так исторически сложилось, что в Новоселках очень давно занимаются выращиванием этой замечательной ягоды. Практически в каждом подворье есть свои определенные сорта, плантации, скажем так, участки. И говорят, что даже раньше малину из Новоселок поставляли на императорский двор. Действительно, в каждом хозяйстве этого села выращивают малину. И любой местный житель легко может перечислить многочисленные сорта этой ягоды. У нас сорт Мичуринка, есть сорт Усанка, есть позднее, осеннее. Потом, как еще называется, старинный очень сорт, сладкая. Вот такая шишка. Но они названия, так я их не запоминаю. У нас малины 15 соток. Помимо свежей малины, гости фестиваля смогли попробовать и невероятно вкусное малиновое варенье, которое готовили не просто на открытом огне, а вот таким оригинальным способом – на пне. Казалось бы, рецепт самый обыкновенный, а вот вкус получился необычный. Ну, рецепт, в принципе, наверное, как и многие хозяйки варят. Я так варю. Делаем сначала сироп сахарный, килограмм сахарного песка. Допустим, 50 грамм воды. Делать сироп с нежностью, с любовью. Высыпаем малинку и, значит, слегка помешиваем. И где-то с закипания 40 минут варится варенье. Но самое главное – в это варенье нужно вложить любовь, всю душу, хорошее настроение. Тогда обязательно получится такое вот замечательное, вкусное варенье. Сегодня, я не знаю, но человек 100, наверное, перепровали, а может быть и больше, наше варенье. И все были в восхищении сказать, что такого вкуста варенье просто никогда не ели. Где малиновое варенье, там и чай, душистый, с травами. И, конечно же, из самого настоящего самовара. Сотрудники Рыбновского краеведческого музея не только угощали всех желающих чаем, но еще и рассказывали об истории самоваров. Чем необычнее форма, тем дороже самовар. Форма баночка была легче в изготовлении, поэтому она стоила дешевле. А вот такие вот разнообразные формы, они стоили дороже. В этом году впервые к фестивалю готовились заранее не только организаторы, но и гости, которые принимали участие в фотоконкурсе фестиваля «Малина». Они заранее через интернет присылали свои фотоработы, которые должны были соответствовать определенным требованиям. Требования были следующие. Фотографии должны были отвечать малиновой тематике. Либо малиновый костюм, либо малиновый закат, либо просто малина. Что-то малиновый цвет должен быть обязательно на фотографии. В итоге организаторы выбрали лучшие работы, которые представили на фестивале. А вот победителя конкурса определяли гости праздника путем голосования. Идея понравилась, поэтому будем продолжать обязательно в рамках других праздников, которые будут проходить на территории Рязанской области. Следующий праздник у нас «Битва на воже» 6 августа будет проходить. Тоже что-то подобное придумываем обязательно. Из года в год организаторы фестиваля стараются превратить село Новоселки в одну большую интерактивную площадку, где каждый мог бы не только насладиться вкусом спелой малины, но и найти развлечение по душе. В этом году гости фестиваля пели, рисовали, создавали украшения и смогли поучаствовать в кулинарном мастер-классе, на котором узнали рецепт малиновой пиццы. Тесто самое обычное для пиццы используется. Я хочу показать, как можно приготовить пиццу на мангале, на открытом огне. Тесто обычное дрожжевое. Буду использовать баварский крем заварной и малину непосредственно. Это будет сладкая пицца. Кульминацией фестиваля стал флеш-моб «Пьем малиновый компот». В нем приняли участие несколько сотен человек. Сколько литров живительной жидкости они одновременно по команде выпили, сказать сложно, однако запомнится это действие, как и в общем весь фестиваль, надолго. Действительно, за последние годы наш город преобразился. Здесь стало происходить намного больше интересных событий. Он стал красивее. И с каждым годом на улицах Рязани появляются все новые арт-объекты. Так, совсем недавно на улице Мюстерской появился вот такой милый мышонок, сидящий рядом с куском сыра. Судя по количеству фотографий этого грызуна, который появился в сети с момента его появления, такая скульптурка пришлась по вкусу рязанцам. Клево. Очень даже красиво, замечательно, креативно и что. Я думаю, что любой арт-объект, когда появляется, это всегда интересно. Чем больше арт-объектов, тем разнообразнее. Вот только почему именно подобная композиция украсила улицу, многим было непонятно. В итоге оказалось, что это всего лишь одна из отреставрированных скульптур, некогда стоявших на Лыбецком бульваре. Она неизвестно, что собой представляла, там художники спорили, говорят, ну, скорее всего, это сыр или какая-то галактика. Ну, сыр, сыр. Мы восстановили, поставили и добавили рядышком мышку, чтобы было понятно, что это сыр, не трогая саму композицию. Как бы получилось неплохо, людям нравится, фотографируется. Завтра привезем еще сюда три или четыре скульптуры. А тем временем в соборном парке на протяжении всей недели велись подготовительные работы для установки памятника преподобному Сергию Радонежскому. Изготовлен этот монумент был в рамках проекта «Аллея российской славы» и передан в дар Рязанской области российским военно-историческим обществам. Изначально памятник планировалось установить на территории Свято-Троицкого монастыря. Однако побоялись, что четырехметровая фигура святого нарушит архитектурный ансамбль. Сергий Радонежский один из очень важных для Руси святых. И обсуждать, где его правильно поставить – очень тонкая вещь. Когда это мы обменивались и рассматривалось на уровне руководства, правительства, и вице-губернатор здесь бывал неоднократно. Главный критерий – это тот памятник, тот святой, который при всех любых мнениях должен быть ближе к людям. Поэтому вот эта привязанность к одной из старой артерии входа в Кремль, центральной аллее, вот она и возникла, исходя из этого главного и важного подхода. К концу недели фигуру святого из белого мрамора установили на постамент. Когда будет официальное открытие этого памятника, пока неизвестно. Ну а в музеях и художественных галереях Рязани можно увидеть уникальные образцы, в том числе и современного искусства. Галерея «Переулок Счастья» на сегодняшний день является единственной художественной галереей нашего города, в которой можно познакомиться не только с творчеством рязанских художников, но и с работами ярких, современных живописцев со всей страны. Так буквально на днях владелица галереи Кира Рязанова привезла из Санкт-Петербурга образцы творчества нескольких художников, чьи имена известны уже во всем мире. Несмотря на разнообразие техник, жанров и тем, с которыми они работают, одно этих художников объединяет. Их работы способны перенести в сказку. Во всяком случае, именно сказочные сюжеты вспоминаются, глядя на картины Армена Гаспаряна. Это просто какой-то волшебник, который просто какие-то делает удивительные такие вот какие-то вот пасы. Это даже вот не назвать ни живописью, ни графикой. Он просто вот заколдовывает человека, оторваться от его работы практически невозможно. Николай Резниченко, Алексей Смирнов, Евгений Титов, Алла Липатова. Этих художников сегодня знают во всем мире. Минимализм, экспрессия, необычная трактовка классических образов. У каждого свой, ни с чем не сравнимый творческий почерк, по которому с легкостью узнается тот или иной автор. Кстати, Алла Липатова – выпускница Рязанского художественного училища, о работах которой сегодня говорит весь Питер. У нее была выставка «Игра в классику». Когда она брала просто, например, какие-то мотивы классических художников, и не боясь, просто вот начинала их как бы то ли пародировать, то ли просто с ними играть. И все искусствоведы Питера поняли, что они имеют дело с очень высоким уровнем культуры и очень интересным психологическим и эмоциональным художником. Еще один человек-легенда, человек-сказка, художник-волшебник Петр Фролов. Его работы переносят в мир иллюзий, волшебных снов, и, кажется, путешествие по его картинам может длиться вечно. Известен Петр Фролов тем, что иллюстрирует детскую азбуку в своей необычно сказочной манере. Каждая его работа – это квест. Например, если есть буква «Н» – невесты, вы можете рассматривать эту картину бесконечно и находить массу вещей на букву «Н». И это очень интересно делать с детьми, потому что это превращается в какую-то очень интересную игру. Постер «Красная кухня» из той же серии. Казалось бы, на какой предмет, изображенный здесь, не взгляни, он обязательно будет начинаться на букву «К». А еще художник любит фантазировать на тему женских шляпок и вообще играть с образом женщины. Он запросто может превратить ее в будильник или, например, в пару туфель. Купить подлинную работу Петра Фролова может позволить себе далеко не каждая. Именно поэтому художник производит много постеров и жекле. Жекле – это печать на холсте с дополнительной доработкой автором. То есть это как бы не авторская работа, а уже как бы повтор авторский. Напомним, что окунуться в волшебный мир, созданный питерскими художниками, можно в галерее «Переулок счастья». Поверьте, вас ждет по-настоящему сказочное путешествие в мир сновидений и грез. Действительно, в нашем городе происходит много всего интересного. И чтобы ничего не пропустить, не забудьте включить свой телевизор ровно через неделю. Ну а мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова